Вакцинация от коронавируса в Хабаровском крае вышла на ежедневные темпы в 1600-2000 привившихся. Полмесяца назад регион преодолел отметку в 100 тысяч человек. Почти половина привитых на территории края люди старше 60 лет. Активнее других вакцинируются медицинские работники. В Москве, Санкт-Петербурге и ряд других западных регионов идет рост заболеваемости коронавирусом. В больницах разворачивают дополнительные инфекционные койки. Ситуация с распространением коронавируса в Хабаровском крае остается напряженной. Роспотребнадзор в связи с ростом заболеваемости COVID-19 предлагает вернуться к некоторым ограничительным мерам на территории региона. С начала пандемии в Хабаровском крае коронавирусом заразились более 50 тысяч человек. Какая обстановка сейчас, узнаем у министра здравоохранения края Юрия Бойченко. Доброе утро. Юрий Аковлевич, доброе утро. Доброе утро. Сейчас у нас прирост, да, насколько я знаю, в крае заболевший коронавирусом. А с чем это связано? Вы знаете, мы констатируем, что действительно идет резкий прирост. Мы с ужасом ждали навигационный сезон. Мы с ужасом ждали сезон опусков. И вот это наше опасение сбылось. И то, что мы говорили про третью волну, и сейчас тенденция к третьей волне. Значит, на сегодняшний день заболевших в крае официально 52 тысячи 894 человека. Больных, которые находятся под наблюдением, более 2 тысячи человек. У нас буквально 3-4 недели назад, а то есть 2, фиксировалось больных в среднем, да, в сутки, если мы будем, 1600 человек. То есть прирост вы чувствуете. То есть это причина в том, что люди мобильнее просто стали? Наверное, мобильнее и нет коллективного иммунитета. Я хочу еще продолжить, прошу прощения. Значит, основной прирост идет в Хабаровск и Комсомольск. Мы разворачиваем дополнительные койки. И это уже факт. Уже в 10-й больнице мы на сегодняшний день развернули за последние недели 40 койок. Мы возвращаемся к прежнему режиму. Мы развернули койки опять в ЛАЗО, заново открыв инфекционный корпус. Мы развернули койки дополнительные в Комсомольске, во второй больнице. То есть у нас идет резкий прирост. Мало того, у нас в Охотском районе произошла вспышка. В Новом Усте и в Острецово. Значит, сейчас там находится 61 заболевший. 17 человек вчера, позавчера, санавиации доставлено в учреждение Комсомольское и Хабаровск. И сегодня планируется чуть 9 человек. Вот цена нашей беспечности. Причем в Хабаровске фиксируется уже, проводим мы ВКС, утреннее совещание каждое утро по ковиду. И все отмечают, начался прирост тех, кто приезжает из отдыха. Вот это вот очаги семейные, которые приезжают и привозят, заражают своих родных, бабушек, дедушки. То есть страдают все окружающие. Даже если молодые приезжают и не болеют, условно говоря, достаются всем, кого они рядом радуют своим присутствием. А привозят из других регионов? Да. Черное море. Елена Ильич, можно тогда еще уточнить, а болеют повторно или это впервые заболевшие? Вы знаете, когда говорят о повторных, меня всегда вызывает умиление. Вот я переболел, мне вакцинироваться не надо. Это расхожая фраза. Хорошо, у нас переболевших официально сколько зарегистрированных? 52 894. Да. Начинаешь разговаривать, процентов 50-60 переболело. То есть мы заблуждаемся сами, сами себя вводим в заблуждение. То есть перенесли что-то на ногах, какое-то ОРВИ, еще что-то. И начинаем сами себя успокоить. Мы переболели ковидом. Да не бывает такого. Не бывает. Еще раз говорю, вот все разговоры о том, что я переболел, но они от лукава. Говорят, что при повторном заражении все-таки люди легче переносят. Вот сейчас фиксируются те случаи, которые фиксируются, более тяжелые? Повторные – это единичные, абсолютно единичные. Да, это, безусловно, притекает более спокойно. Но они настолько редкие, что о повторных лучше даже не упоминать. Понятно. То есть все это, все-таки нормальный ковид, что называется. А вот еще осенью фиксировали большое количество заболевших пневмонией. Как сейчас с этим? Сейчас ситуация, в принципе, из 294 человек, которые мы госпитализировали за неделю. Раньше мы госпитализировали, условно говоря, определенное количество. Но 70% – это пневмония тяжелая и средне-тяжелая. То есть у нас все-таки есть та тенденция, она сохраняется, мало того, что еще нарастает. По людям старшего возраста, 60+, хотя мы превентивно всем предлагаем госпитализацию с ковидом, сразу, условно говоря, но у них, как правило, притекает все хуже и хуже. То есть то ли это штаммы, привезенные за границей, то ли еще что-то. Ну, пока мы идентифицируем только качественное, наличие ковида, но не предметно, какой ковид, да и какой штамм. То есть, в принципе, есть утяжеление. Вы видите, по количественным смертям у нас продолжается, как ни странно, вроде ковида стала чуть-чуть поменьше, а смерти в сутки 1-2. 1-2. У нас в реанимации сейчас по учреждениям с тяжелым состоянием 11 человек, 9 из них на ЭВЛ. Я напоминаю, что из состояния ЭВЛ выходит только 10%, остальные погибают. То есть это, по сути, уже очень нехорошая тенденция, и мы, с учетом нарастания, которое мы фиксируем в последнее время, опять вынуждены готовиться и с СИЗами, и с лекарствами, и с медиками опять мобилизацию проводить. То есть ситуация непростая, категорически непростая, поэтому я всех призываю вакцинироваться. А вот, кстати, что касается вакцинации, хватает ли вакцин сейчас? Вакцины предостаточно. Значит, у нас поступило, если вы помните, порядка 149 тысяч вакцин. Подавляющее большинство, 146 тысяч, это гамм-ковид. Порядка 20 тысяч вакцин находятся в резерве у учреждений. Понятно, что у нас 38 учреждений. Ну, посчитать, с учетом плотности населения, мы так распределяем периодически, смотрим, мониторируем и перемещаем. Вакцины предостаточно. Все, кто хочет вакцинироваться, пожалуйста. Ну и недавно совсем пришла у нас 780 доз Кови-Вак, новая вакцина. Мы ее пробовали, ну, очень достойная вакцина. Причем мы ее, при условии хранения плюс 2, плюс 8 этой вакцины, мы ее сразу отправили на севера всю. То есть с учетом этих очагов, которые я сказал, Новая Устья, Вострицова и так далее. То есть мы ее, прям, чтобы максимально быстро помочь. А спутник «Лайт» будет у нас? Будет. Он сейчас на регистрации, ориентировочное время регистрации – это август-сентябрь. Хочется надеяться, что к сентябрю мы его получим. А вот необходимо ли как-то ускорить, упростить процедуру вакцинирования, чтобы люди меньше в очередях стояли? Есть ли возможность, может быть, как-то этот процесс ускорить? Ну, я напоминаю, что у нас по упрощению процесса, во-первых, есть запись на ЕГПУ. Я хочу обратить внимание, что на сегодня более 2000 слотов – это окон записи, свободно. То есть люди по привычке идут ножками в поликлиники, в ФАПы, амбулатории и записываются на запись, когда там она будет, условно, для вакцинации. Помимо ЕГПУ и свободной записи у нас есть телефонная возможность по справочнику записывать телефонному поликлинику и горячей линии. К сожалению, процедура, ну или к счастью, я пока не могу, скажем так, комментировать, предусматривает четкое информирование. Информирование согласия нужно заполнить, нужно заполнить свои сведения о анамнезе, которые у тебя были. То есть эта процедура занимает, безусловно, некоторое время. Поэтому и осмотр врача в том числе. Сама техническая процедура, ну, занимает, наверное, минуту небольшую. Да, вот укольчик в бритовидную мышцу и все. Все остальное – врачи. Мы как раз стараемся обеспечить это тем, что вакцинальную бригаду формируем из нескольких врачей, которые занимаются одновременно анамнезом, сбором, информированием. И каждый из них направляет к одному среднему медработнику. Мы стараемся вот таким образом сформировать бригаду, чтобы это было максимально оперативно. То есть один кабинет, но несколько врачей. Юрий Игоревич, большое спасибо вам за ответ на вопросы. Расслабляться рано. Соблюдаем меры профилактики, носим маски, соблюдаем... Вакцинируемся, чтобы выработать коллективный иммунитет. Спасибо. Спасибо большое. Юрий Бойченко был на студии, министр здравоохранения Хабаровского края. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова